Золото и мне рассказывал, и упоминал, и другим, и своим ученикам, и коллегам свою знаменитую статью «Классическую стиль пиковой дамы». Он начал писать в одиночном номере Лубянки. Надо сказать, что его жизнь была не так легка, как может показаться тем, кто знает последний период его биографии, когда он был академиком, секретарем, депутатом и так далее. В 1934 году он был арестован по знаменитому делу словистов. Вечер 20 апреля 1934 года. Вы знаете, что я в Вятке, и что я нашел комнату и поселился в ней. Адрес Вятка, улица Карла Маркса, дом 136, Широковы и Дубровина, квартира 1. С тыльного же бытия моего тысяча дней. Вятка – город неприветливый и холодный. Ветер и зима господствуют здесь до мая. Что будет, неизвестно. В самом начале Отечественной войны его, значит, выслали, как и всех, так сказать, прикосновенных и некогда арестованных и так далее, в Тобольск. Вот. И, то есть, таким образом, в общей сложности... Только в 1944 году он вернулся в Москву. То есть, в общей сложности, считая, с 1934 года, 10 лет прошло вот в ссылках, в заключении вот тогда, на Лубянке и так далее. То есть, это, конечно, не способствовало занятиям наукой. Но именно в это самое время он написал свои самые значительные, замечательные труды. Такие, как язык Пушкина, стиль Пушкина, языки Толстого, языки Лермонтова и многие другие. 1934 год. Станция «Маховые горы». Мне нужно произвести над собой большую и сложную работу. Кстати, вот и пробный камень для меня. Если я действительно, как ученый, далек от середины по направлению к величию, то я сумею преодолеть все препятствия и все неудобства работы в глуши, во мраке заточения. Опять Пушкин. Это не я. А если нет, туда мне и дорога. То есть, утраты для человечества нет, как меня убеждал Горбунов. В. В. Виктор Владимирович жил в эпоху, воздух которой был напитан духом борьбы. В конце 40-х и в начале 50-х годов, уже после ссылок, он постоянно подвергался нападкам идеологических фигур, мужских и женских. От него требовали покаяний и признаний. Но Виктора Владимировича нельзя было унизить. В нем, во всей его фигуре, элегантной и строго одетой, в его скупых жестах, было природное достоинство. Он смотрел отдаленным взглядом холодных серых глаз. Его голос, глуховатый и грассирующий, звучал отстраненно, без пафоса и эмоций. И взгляд, и голос делали его неуязвимым. Он не разговаривал на языке окружающих его фигур, не смешивался с ними, не сводил с ними счетов, но умел отвечать остро и веско и не чуждался полемике. Он был не борец, а творец. Ничего такого специфического, что свидетельствовало бы об активном неприятии каких-то политических позиций, мы не найдем. Он был независим. Абсолютно академический ученый был. Это ученый вот... Образцовый, я бы сказал, да? Ну да, точно сказано. Творец. Вот тут очень удачное слово найдено. Творец. Он был творцом. Он вершил, а не разрушал. И он весь был в науке. Ведь Виктор Владимирович занимал множество каких-то постов. Самых высоких постов. Он был членом президиума Академии наук. Он был заведующим кафедрой русского языка в университете. Ну вот, директором института. Мне кажется, это знак... Председателем национального комитета славистов. Нет, это все так. Но это знак уважения, который ему отдавали вот его коллеги, современники. Безусловного... Это знак его безусловного лидерства. Я, конечно, был самым тесным образом с ним связан. Ну, во-первых, работал я в институте русского языка, который носит его имя. Во-вторых, со временем я возглавил отдел, которым руководил Виктор Владимирович. И вот, наконец, отделение историко-филологических наук Российской Академии наук сочло возможным поручить мне руководство комиссии по научному наследию Виктора Владимировича. Надо сказать, что не очень давно мы завершили издание семи томов его произведений. И вот сейчас начинаем новый десятитомник. Может возникнуть вопрос, ну, зачем это надо? Только что не так давно вышли семь книг, и вот мы собираемся издавать еще десять книг. Этот вопрос был бы вполне уместен, если бы, конечно, речь шла о ком-то другом. Я, когда смотрю на эти окна всегда, я тоже вспоминаю еще одну сцену. Это же был кабинет Виктора Владимировича Виноградова, только немножко не так... Нет, стол действительно был тут, и вот мы там сидели. И вот в институте я готовлюсь к консультации, с трепетом жду своей очереди на прием к Академику Виноградову. А один наш сотрудник, Андрей Степанович Любов, может быть, вы знаете, историк языка, он мне подсказывает один секрет, некоторую примету. Он говорит, имейте в виду, если Виктор Владимирович будет в окно смотреть, то это очень плохо во время разговора с вами. А после консультации он меня ждет и спрашивает, ну что, в окно смотрел? Я говорю, нет, он говорит, ну вам везет. А вот я, когда с ним говорю, он все время в окно поворачивается. Ну, это некое вот такое право на субъективную оценку человека, наверное, не скрываемая, может быть, ирония. Виктор Владимирович – человек был доброй души, но злого языка. И его шутки достаточно такие острые многих обижали. Многих обижали. Надо было очень Виктора Владимировича любить, чтобы прощать ему все вот эти такие, ну, юмористические замечания. Он очень тонко подмечал слабые стороны людей и очень любил уязвить. Очень любил уязвить. Вот на одном из празднований, я думаю, что это было 70-летие, Академик Сисакян был такой в президиуме Российской Академии Наук. Он, значит, сказал, мы все вас любим, Виктор Владимирович, за ваш критический оптимизм. Потому что вот это действительно такое качество критического оптимизма, причем достаточно ехидного, действительно было ему свойственно. Март 1927 года. Ленинград. Я поглощен мыслями об образе писателя. Он сквозит в художественном произведении всегда. В ткани слов, в приемах изображения ощущается его лик. Это не лицо реального, житейского, толстого, достоевского, гоголя. Это своеобразный актерский лик писателя. В каждой яркой индивидуальности образ писателя принимает индивидуальные очертания. И все же его структура определяется не психологическим укладом данного писателя, а его эстетико-метафизическими воззрениями. Весь вопрос в том, как этот образ писателя реконструировать на основании его произведений. Всякие биографические сведения я решительно отметаю. Весь этот клубок сложных и запутанных вопросов мне хотелось бы размотать в речи о Гоголе. Ваш В.В. Он очень любил, чтобы о языке эпохи говорить на языке той эпохи. Он всегда считал... Почему он любил цитаты? Потому что он считал, что всегда при пересказе что-то теряется. И, кстати, Надежда Матвеевна мне рассказала однажды историю, что когда создавали знаменитый альбом Шаляпина, по-моему, там 13 или 14 пластинок и так далее, то тогда собрали всех, кто еще помнил живого Шаляпина, и не говоря им, что поставили за ширмами несколько пластинок разных. И выяснилось, что старые пластинки, вот эти черные, они гораздо лучше воспроизводят тонкие оттенки тембра великого певца. Вот, что так сказать, что переписывание при самой современной технике что-то неуловимо теряется, что-то даже непонятно. И вот мне кажется, что Линоградов это имел в виду. Когда он, говоря о каком-нибудь явлении, он предпочитал изложить его, скажем, словами Потебни, которые он высоко оценил, словами Шахматова, которые он тоже очень высоко оценил. Кстати, Шахматов тогда дал оценку еще молодому совершенно исследователю, и он написал в своей рекомендации так. Я имел честь и удовольствие руководить занятиями вот этого молодого ученого. Перед нами фотографии учителей, друзей Виктора Владимировича, так сказать, коллег по науке. Шахматова, Щерба, Шашмарева, Цевловского. Письменный стол ученого. Ну, конечно, он гипотетический, хотя сохранились фотографии стола письменного Виктора Владимировича в доме в Москве. Но вот, тем не менее, мы попытались сделать такую небольшую экспозицию. Вот портфель, который нам недавно передала вдова Никита Алексеевича Толстого, крупного ученого и ученика Виктора Владимировича. Вот он, видите, здесь лежит на столе. Календарь, 69-й год, это как раз год смерти Виктора Владимировича. Крессер для бумаг, вот такое орехового дерева. А это пресс-папье из моржовой кости. По-видимому, моржовой, я так думаю, память о Тобольске. В 30-м году он, будучи преподавателем университета, института искусств, он был связан с коллегами, все-таки именитыми учеными, Энгельгардом, Шахматом, Эхенбабом. То есть весь цвет филологической, литературовической интеллигенции, профессора университета, всех этих ленинградских вузов, это очень для него были нужные люди, приятные, дорогие, много друзей. Он, любя Надежу Матвеевну, со всем этим расставался. И в одном из своих писем он пишет, что для меня переезд в Москву – это расставание со всем для меня научной средой. Очень для меня важной, очень дорогой. В Москве мне нужно начинать все сначала. Я ни с кем не знаком, меня никто не знает, но любовь, любовь – большая сила. И вот все-таки Викторович приехал в Москву. И поэтому Надя Матвеевна считала так, что после смерти то, что кабинет вернулся в Петербург, он как бы приехал к ней, расставшись с Петербургом, любя очень его. И после смерти он возвратился. Он как бы возвратился в свой дорогой Петербург, да еще вот и кабинет действует его. Он как бы там. В память о Ленинграде, с которым Виктор Владимирович был так связан, ведь он здесь учился, он здесь начинал свою научную деятельность и в университете, и в Институте истории и искусств, Надежда Матвеевна решила сделать такой подарок. Причем, в общем, замысел сам по себе был уникальным, потому что примеров того, чтобы существовала реальная библиотека ученого, в интерьере, вместе с теми вещами, в которых она существовала в реальности, при жизни этого ученого, таких примеров, в общем, не было. Это был первый опыт. Потому что очень часто бывает так, что библиотека передается какому-то крупнейшему учреждению, да, а потом она пропадает, где-то растворяется вот в этих больших фондохранилищах. Здесь оказался вот такой удивительный комплекс, который, ну, в общем, совершенно живой и особенный. Март 1926 года. Ленинград. Дорогая, дорогая. И вторник пришел к концу. И в трауре ночи светлеет лицо среды. День шел так. Читал корректуру книги о Гоголе. Не всем доволен, но некоторым мыслям и теперь радуюсь. Вечером были заседания и лекции в Институте истории искусств. Виделся с Борисом Михайловичем. Он меня очень хвалил. Говорит, что в последних работах я развертываюсь вовсю ширь. Решили собираться. Я, Энгельгард, Эхенбаум, Жермунский, Казанский, Тынянов и некоторые другие раз в месяц для споров по вопросам теории искусства. Это то, чего мне страшно недоставало. Это не доклады, а горячие беседы, шумные блуждания по темным путям философии искусства. Во время их вырастают у фантазии крылья и радость легких взлетов. Это необыкновенно. Библиотека, которая сейчас находится в Пушкинском доме, это примерно около 10 тысяч томов, но, может быть, условно, с оттисками и так далее. В точности я назвать эту цифру сейчас не могу. Библиотека Виктора Владимировича, несмотря на то, что здесь есть раритеты, библиофильские редкости, даже дезидераты, как говорят, это библиотека рабочая. Вообще, у Виктора Владимировича замечательное, потрясающее собрание словарей. В его лингвистическом отделе это самая настоящая гордость. Книги эти живые. Вот, предположим, если взять тексты писателей, представленные в самых разных изданиях. Это могут быть издания прижизненные, издания академические. Они носят, многие из них, тексты русских писателей, носят на себе следы работы Виктора Владимировича. Перед нами очень интересный оттиск печатки Виктора Владимировича, насколько я понимаю, несохранившийся. Вот перед нами мы видим печатку с двумя В, Виктор Виноградов. Уже позднее была заказана вот эта печатка, которую передала в кабинет Надежда Матвеевна, с такой вот ручкой редкого синего сердолика. Вот вы здесь видите, что здесь тройное В. Виктор Владимирович Виноградов. Здесь мы будем считать, что Виктор Владимирович был молодой и называл себя просто Виктором Виноградовым, а здесь Виктор Владимирович Виноградов. И уже на основе вот этой печатки был сделан экслибрис, который наклеен на каждую книжку с такой надписью «Институт русской литературы, Пушкинский дом» из книг академика Виктора Владимировича Виноградова. Надежда Матвеевна была очень довольна тем, что получился вот такой экслибрис. Вещи, которые вы здесь видите, мебель, в основном мебель эпохи классицизма, русского ампира, относящиеся к первой половине XIX века, хотя, считаю, встречаются вещи немножко и более поздние, но все они прекрасные, замечательные. Это вещи ненаследственные, это вещи, которые собирались, покупались в комиссионных магазинах Москвы. КОНЕЦ Когда я думаю о кабинете Виктора Владимировича, то хочется осознать ту роль, которую сыграла прежде всего Надежда Матвеевна. Как вообще назвать ее поступок? Мне кажется, что это такой душевный порыв. Вообще, Надежда Матвеевна, это был вообще душевный порыв. Вот такой это был человек. Она же закончила пансион и сама называла себя институткой иногда. И личность ее, вот именно больше всего, мне кажется, вот эти слова и как бы характеризует душевный порыв. Так, тогда я прочитаю. Главоважаемые, горячо любимые хозяева, хранители Пушкинского дома. Сегодня я получила вашу чудную телеграмму со словами теплой памяти о Викторе Владимировиче. И вот прошло уже около трех часов, как я не могу остановить слез. Я тоже читаю иногда, не могу остановить слез. Правда, я лежу с воспалением легких, нервы ослабли, но слезы мои хорошие слезы, как говорит Толстой. Дело в том, что у меня есть свое понимание чуда. И это чудо осуществлено для меня изданием кабинета ВВ Пушкинским домом. Август 1925 года. Москва. Чудесная Надежда Матвеевна. Хочу найти для вас слова, тихие, но звучные. Вы мне стали странно близки. Мне кажется, простите эту самонадеянность, что в те короткие немногие дни я успел пройти через приемную вашей души, открытую для всех, немного глубже. То, что я сумел узнать в вас, мне родное. И ваша наивная фантастичность, и мягкая растерянность, быть может, слегка истерического характера, и мечтательность, такая нежная, женственная. И ваш юмор, тонкий, при резкой иногда внешней оболочке, мне понятны и радостны. Я никогда ни о чем вперед не думаю и не гадаю. Но я не хотел бы, чтобы наше знакомство осталось только минутной, легкой встречей на узкой дороге. Внутренний такт мне подсказывает, что на этих строках я должен остановиться и не лить воду в вино. Ваш Виктор В. Виктор Владимирович, его семья, то есть его жена, Надежда Матьевна, Малышева, Виноградова, и Виктория, дочь, это была высококультурная, интеллигентная русская семья. Не без своеобразий. Ну, например, в этой семье не употреблялось местоимение «ты». И Надежда Матьевна к Виктору Владимировичу обращалась на «вы», и он к ней всегда. Правда, они называли еще так друг друга «милаши». Ну, «милаши», «вы пойдете или не пойдете сейчас?» «Вы сейчас заняты или не заняты?» Ну, вот такое, ну, англоманство, может быть, взятое из XIX века. Но это соблюдалось достаточно твердо. Как только я переступила порог этого дома, мне показалось, что я попала в совершенно другой мир. Мир для меня неизвестный и какой-то мир совершенно особый. Это мир XIX века. Все в этом доме, начиная от обстановки, самой Надежды Матвеевны, ее потрясающей русской речи, все это было из прошлого века. И когда я встала к рояле и увидела перед собой портреты Константина Сергеевича Станиславского и Федора Ивановича Шаляпина, которые были подписаны для Надежды Матвеевны в знак большой любви и дружбы, меня это почему-то не взволновало больше, а вдохновило. Потому что я поняла, что в этом доме бывали такие люди, присутствие которых, дух которых, наверное, до сих пор там витает. Сама Надежда Матвеевна пианистка, она совсем не вокалистка, и у нее никакого голоса не было. И она вот занималась певцами, причем очень успешно, конечно, занималась. Ну и вот попалась я. Вот здесь я попалась, действительно, в полном смысле, потому что, видите, я же сменила специальность. Я же начала... Я же окончила архитурный институт и, в общем-то, успешно окончила с отличием, диплом был, все нормально. А окончив институт, вместо того, чтобы пойти... То есть я пошла работать, я же 4 года работала, но одновременно занималась у нее, у Надежды Матвеевны. И тем не менее, все-таки я все-таки ушла. Ушла в музыку, естественно. Вот вам, пожалуйста. Вот ее влияние какое сильное было. Надежда Матвеевна, скажем, вела свои уроки дома обычно. И рояль у нее там был, и все. И это тоже, как сказать, тоже общение и достаточно большое. Ну, вот тогда как раз я на диссертации своей работал, а параллельно со мной Ирина Константиновна была там. Иногда мы с ней так уходили, достаточно обиженные какими-нибудь ядовитыми словами Виктора Владимировича. Это он распространял и на учениц Надежды Матвеевны. Такое тоже бывало. Чем они вообще славны? Вот к ним приходишь, они встречают вместе. У двери они оба стоят. Встречают посторонних, гостей и так далее. Обязательно, чтобы они были вдвоем. Причем Виктор Владимирович был ехидин и очень резок в выражениях. А Надежда Матвеевна все время смягчала его своим высказыванием. В общем, она его украшала. Этот кабинет, действительно, он был так, штора всегда была так немножко и этого проема не было. Это просто были обычные комнаты с дверью. Но виноградовые виды изменили немножко. Все это было, когда входишь, все до потолка в книгу. Причем книги, как на мойке в квартире Александра Сергеевича Пушкина. А в доме был невероятный трепет и любовь к Александру Сергеевичу. Надежда Матвеевна, как она говорила, борюсь со склерозом и все время учу Пушкина. А мысли текут, как ручьи с весенних гор, беспокойно и мутно. Я на миг устроил за пруду и остановил их бег, чтобы воспроизвести вам зигзаги прыгающих ассоциаций. Такая пляска теней происходит у меня в голове. Она, как глава футуристического романа, и в то же время натуральна, как сам натурализм. Крайности всегда хватаются одна за другую. Например, рука за ногу. Какой смысл в этих пируетах? Искусство беспредметно, если оно некамерное. И в нем мудрость бессмысленности. Виктор Виноградов. Мне хотелось вот сказать о том, что как мы пытаемся увековечить память Виктора Владимировича Виноградова, как наш институт, который носит имя Виктора Владимировича. И тем самым уже увековечивает. И тем самым увековечивает. Сказать, что вот начиная с 1970-го года наш институт проводит ежегодные виноградовские чтения. Это такие расширенные заседания ученого совета, на которых его ученики выступают, последователи с докладами. Потом эти доклады публикуются, как правило. Даже в те времена, когда довольно сложно было опубликовать свою статью, институт всегда находил возможность и эти труды всегда печатались. Ну вот каждый год, когда мы готовим программу очередных чтений, мы всякий раз убеждаемся в неисчерпаемости Виктора Владимировича, его вот в широком диапазоне его научных интересов. И просто удивляемся тому все больше и больше, что мы были, оказывается, современниками, младшими современниками уникальной личности. все мы вышли из виноградовской шинели, можно сказать. Вся современная русистика продолжает развиваться в русле тех идей, которые заложил Виктор Владимирович. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова